Дорогие друзья, мы вас всех приветствуем. И в эфире в рамках работы лаборатории Школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова встреча в программе «Интервью со звездой гипноза». И сегодня в самом деле у меня две огромные, классные, самые большие, яркие звезды нашей школы. Это выпускники школы, это кураторы Школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Это Тарас Наоменко и Ирина Бишов. Вот правильно я выговорила и даже ударение правильно поставила. Друзья мои, я вас благодарю, что нашли время и сегодня вот уделили нам, потому что зрителям действительно интересно, что же происходит с выпускниками первых потоков. Сейчас там 13-14, это будут следующие потоки. Вот что же происходит? Работают ли люди в гипнозе? Занимаются ли они этим гипнозом? Стало ли это их смыслом жизни или не стало? Вообще, как повлиял на вас гипноз? И это будет мой второй вопрос. А первый вопрос все-таки. Я хочу спросить, как вы попали? Как вы попали вообще вот в школу и как познакомились с гипнозом? Может быть, вы это делали раньше? Расскажите. Я тогда, наверное, обращаюсь в Тарас. Тарас, давай тогда с тебя начнем. Да, благодарю. Меня зовут Тарас Науменко. Мы выпускники четвертого потока школы Никиты гипноза и слиперства. Как я вообще к этому пришел? Всегда интересовался этими вопросами, несмотря на то, что профессиональная деятельность была юридическая. Но, тем не менее, сердце всегда и душа требовало ответов на вопросы, кто же я, зачем я здесь, как вообще жить эту жизнь, как жить ее наиболее радостно, правильно, как справляться с теми проблемами, которые есть в моей личной жизни или в жизни моих друзей, приятелей, знакомых, кто обращается за помощью. И вот, наверное, как раз именно у Никиты сложилось все для того, чтобы я прямо буквально в смысле слова изменил свою сферу деятельности. Я сейчас с Ириной профессионально занимаюсь именно гипнозом, гипнотерапией и получаю от этого несказанное удовольствие. Здорово. Ирина, как вы попали в гипноз? Ну, я тоже уже где-то более 17 лет интересуюсь этой интересной темой, да, познание себя, познание энергетики, и вообще, что это такое, как оно взаимодействует. И действительно, копаясь в самой себе, нахожу ответы. Благодаря тоже каким-то своим жизненным обстоятельствам приходишь к этому. Хочется с этим разбираться, понимать на более тонком уровне. Потому что все, что связано с нашими проблемами в жизни, тут вот болезни или еще что-то, многие люди не задумываются, что истинная проблема лежит намного глубже и тоньше, да, где-то в тонком мире. Вот, поэтому вот благодаря своим жизненным ситуациям, каким-то болезням, каким-то интересным моментам, где мне захотелось разобраться, я все время копалась глубже и глубже, и таким образом дошла до гипноза. Вот, и тут действительно я поняла, что вот он тот самый инструмент, благодаря которому можно найти глубину вот этого всех своих вопросов и ответов, и понять, в чем дело. Ну, а когда уже проработав саму себя, я понимаю, что я помогу другим людям, да, благодаря своему опыту. И вот таким образом мы начали практиковать сначала на своих ошибках, да, а теперь уже вышли на профессиональный уровень и занимаемся с удовольствием, помогаем людям, и очень хорошие результаты, это говорят об этом наши клиенты. Ирина, благодарю. И у меня вот такой вопрос к вам. С чем вы пришли в школу? Вот вы говорите про то, что у вас были какие-то вопросы к себе, к мирозданию, да, вот какие-то были вопросы, возможно, они будут перекликаться с теми, кто сейчас нас слушает, и вдруг они даже узнают ответы. Вот поделись, пожалуйста, да, Тарас? С удовольствием. Меня интересовало вообще понятие «высшее я», которое я неоднократно слышал. Я слышал, что есть медитации, взаимодействие с «высшим я», я читал всякие техники, но столь яркого и точного и живого инструмента, как вот до обучения в школе, я не находил. Именно вот придя на обучение, самые первые уроки, это первые шаги еще в «Тонком мире», когда Никита давал вот медитацию, связи с «высшим я», и до сих пор с удовольствием пользуюсь этой медитацией периодически, потому что это освежает как-то вот ощущения свои. И я, наверное, нашел вот этот канал, когда ты опираешься не на внешнее, а на свое внутреннее состояние. А твое внутреннее состояние зависит от того, насколько ты ясно и четко чувствуешь вот этот поток от своего «высшего я». И для меня это стало прям глобальным подспорьем в том, чтобы просто чувствовать себя здесь не то что не одиноким, сколько единым с этим пространством. И ощущая это единство через те потоки высокой вибрации, которые идут от «высшего я», ну, жизнь становится вообще кардинально другой. То есть ты становишься одухотворенным, наверное, не побоюсь этого слова. И в этом смысле школа Никиты – это великолепный инструмент, это великолепная база для того, чтобы начать это развитие, изучить его и взять как инструмент в своей жизни. Вот такое редкое слово сейчас использовали – «одухотворенный». Мне кажется, сейчас вообще никто не говорит эти слова «одухотворенный». Где-нибудь там, я не знаю, мы когда рассказывали, читали Пушкина, Татьяну «одухотворенный». Ну, это то, что люди, наверное, ищут за вот этой суетой жизненной, бытовых проблем, да, вот той реальности, в которой люди сейчас окунулись. Действительно хочется как-то встретиться с собой и вот немножечко побыть наедине с самим собой и услышать себя, и как-то вот действительно соединиться, да, вот с Высшим Я, соединиться действительно со Вселенной, почувствовать себя частью этой Вселенной и этой Вселенной увидеть в себе. А вот хотела спросить Ирина, Ирин, вот какой, на какие, вот вы говорите про глубину вопросов. Глубина вопросов, она тоже касалась, скорее всего, вот каким-то единением, да. Вот люди ищут себя, именно себя ищут. Не свое там предназначение стать бухгалтером или, не знаю, парикмахером, да, в этом случае, а что-таки что-то такое более глубинное, да, для чего мы сюда пришли. И я думаю, что, наверное, сейчас большинству людей возникает этот вопрос, все-таки зачем мы здесь, на этой земле, и какое предназначение вообще человечества, вот зачем мы именно в этот момент, да, здесь сейчас проявились, вот в такие, в такую странную, интересную, сложную эпоху. Вот скажите, вот на самом деле интересно, это вот мы сейчас говорим про себя, как бы про другую сторону, да, а вот сторона клиентов, сторона людей, которые к вам приходят, вот с такими же самыми вопросами или заходят с другими вопросами. Вот расскажите сначала про своих клиентов, да, а потом про то, чем вы занимаетесь. Ну да, сказать, что действительно все, что мы внутри в себе держим, да, это отражение. Все эти люди, которые к нам приходят с теми запросами, они приходят, я так думаю, что по, как сказать, по указке высших сил, потому что именно практика показывает, что мы можем всем помочь тем людям, которые к нам обращаются. И благодаря именно нашим проработкам, нашему опыту. Вот, и действительно, если бы не пройдя тот сложный путь, который я прошла, допустим, я бы не смогла ответить на многие вопросы и помочь именно из глубины души. Потому что сама вот прожила вот какие-то тонкие моменты, я понимаю человека, считываю эту информацию, как оно внутри, да, и потом перекладывая как со своими тоже ощущениями, эмоциями, ты это выдаешь в словесном формате. Потому что с тонкого плана мы только вибрационно ощущаем, как человек чувствует, да, в той или иной ситуации. Вот, поэтому, когда у человека дисгармония внутри, когда вот энергии земной, божественной энергии не совпадают, да, то внутри у человека какой-то протест начинает возникать. И вот начинает вырабатываться отрицательная энергия, потому что он борется внутри, да, он не понимает, что происходит, в нем какие-то энергии возникают, да, которые противостоят, может быть, его божественной сути. Вот, и поэтому вот мы идем в этот корень, в эту ситуацию, рассматриваем, проживаем и передаем в словесном формате, как это выглядит изнутри. Вот, и в основном это такие эмоции, которые человек не может прожить самостоятельно. Ну, например, если загрязнено ментальное тело, то оно, естественно, связано с избытком каких-то однотипных небожественных эмоций, да, рожденных именно эмоциональным телом, и, ну, это такие какие-то негативные энергии, например, там, страх, обида, раздражение, да, вот такое вот ничего вроде бы особенного, да, но тем не менее каждый человек это все проживает, а как от этого избавляться? Оно же все накапливается, накапливается, слой за слоем, и потом идет какой-то взрыв в виде болезни, допустим, да, или эмоционального стрессового там состояния, не можешь с этим справиться, и все. Да, то есть тоже, если загрязнено эмоциональное тело, это тоже такие эмоции, как страх, обида, депрессия, агрессия и так далее, да, то есть все вот это вот мы распаковываем на основе чакральной системы, да, и вот идем прям по чакральной системе и рассматриваем детально, где что, какие образы проявляются, и это связано не только с этой жизнью, это связано также и с прошлыми жизнями и частью души, которая, быть может, в результате какого-то несчастного случая или какой-то смерти, да, насильственной смерти именно закончена была, и оно все зажимается, как энергетический блок, и человек не понимает, как и что с этим делать дальше, вот, и все, вот в эти моменты мы идем и распаковываем, ворачиваем частичку души и так далее. То есть вы освобождаете человека от вот этих негативных энергий, да, от негативной, от памяти души, которая, да, вот перешла из прошлого воплощения сюда именно вот негативного такого опыта, который здесь сконцентрирован где-то, и человек не знает, как избавиться, то есть он понимает, чувствует дискомфорт, он понимает, что там говорят, я там живу не своей жизнью, или мне кажется, я не на своем месте, или я там не чувствую себя там, вот там, не знаю, мамой, или там, не знаю, там, ребенком, дочкой, да, там, да, сыном. Ну, то есть вот как будто вот поместили, но не в свое время. И вот это, наверное, да, вот в вашей работе именно вот это вот распаковывается, да, проявляется. У многих даже проявляется, как есть такое понятие фантомная боль, или фантомная там, да, как-то тоже идем в прошлую жизнь и смотрим, что в этом месте, допустим, отрубили руку, ногу, неважно что, да, или там кинжал какой-то воткнут. И когда мы это распаковываем, убираем, то есть у человека автоматически зажим этот уходит, и все, это разблокируется, и облегчение наступает. Или, например, в результате каких-то распаковываются такие программы, как клятвы, да, в прошлой жизни, тоже вот, допустим, вступление в какое-то монашество, да, то есть все идет с прошлой жизни, там какой-то обряд сделан, и тоже человек не понимает, что такое, почему где-то какой-то зажим в теле, да, и вот действительно идем, смотрим детально вот все вот эти вот обрядовые и магические какие-то обряды, вот, и оттуда вытаскиваем всю негативную программу. Да, Тарас, а вот Ирина говорит про то, что концентрируется в теле, но еще человек, в человеке проявляется это и в взаимоотношениях, или в отсутствии взаимоотношениях, да, вот, ну, наверняка, к вам приходят там женщины или мужчины, у которых не складывается семейная жизнь, или вообще ее не получается, или, допустим, нет детей, да, живут долго, нет, вот приходят такие люди, вот там вы можете найти вот ту старую программу, которая вот либо до сих пор сюда перешла, либо где-то сбой этой программы, вот такое бывает, вот расскажите вот про такую часть. Конечно, бывает. Мы понимаем про психосоматику, да, когда вот болью выходят в теле какие-то негативные эмоции, а вот именно когда во взаимоотношениях не складывается что-то. Да, действительно, это одна из таких основных запросов, который идет. Дело в том, что благодаря тому процессу, который реализуется во время чистки, мы, получается, разбираем человека максимально глубоко и подробно по всем его спектрам, составляющим. И это еще говорит о том, что каждый человек является частью определенной родовой системы, то есть того рода, в котором он воплощен. Это есть определенный жизненный опыт, в которых в воплощениях он присутствовал, то есть так называемая карма или каузальное тело, в котором содержится причинно-следственная связь определенных взаимодействий, и которые проявлены непосредственно в этой жизни. Жизнь сама по себе стремится всегда к балансу, поэтому если ты где-то был на одной стороне, то жизнь, и ты сам стараешься сбалансировать свою жизнь так, чтобы другим воплощением ты компенсировал это. Бывает так, что причина, допустим, отсутствия детей, это невозможность родовой системы принять и договориться по поводу того, будет ли воплощен ребенок именно в этом роду, или в этом роду, и при каких условиях. Бывает так, что у человека программа, допустим, прожить именно вот это одиночество, осознать, каково это, вобрать все объем впечатлений, которые возможны и доступны здесь на планете Земля в этой связи. Бывает так, что это кармические отношения между двумя людьми, где им нужно выяснить, достичь вот этого баланса и очень мягко и мирно разойтись. А бывает, что люди, вот то, что говорит Ирина про обед и про клятвы, мы уже не первый раз сталкиваемся, когда люди приходят с материально-денежным вопросом, а оказывается, он там был монах и сказал, вообще отрекаясь от всего мирского, деньги мне больше не нужны, все это прописывается в нашем каузальном поле, и когда он снова здесь воплощается, собирает вновь себя по тому опыту обретенному, который у него уже есть, и у него есть, допустим, вот этот обед или клятвы. И нам приходится с этим иметь дело, чтобы это нейтрализовывать на текущее воплощение. Так что эти вопросы, ну, каждый человек, да, ищет эти вопросы в отношении себя. Почему у меня так в отношении? Почему у меня так с деньгами? Почему у меня так с детьми, допустим? Или почему у меня так с родителями? И, ну, вот опыт показывает, мы уже больше года этим занимаемся, и это всегда такой переворот сознания, потому что не всегда для тебя очевидны, откуда эти причины, когда ты тянешь за эту ниточку, вытягиваешь всю эту историю, распаковываешь ее, объясняешь, показываешь, там прям колоссальный объем осознания. То есть осознание, я сейчас хочу пояснить, осознание у клиента, у человека, который к вам приходит, да, он приходит с тем, что там с мамой, не знаю, там нет отношений, или там мужчины постоянно приходят, одни и такие же, буквально на днях у нас тоже сессия была, у меня не все одинаковые, вот они приходят, попользовались, воспользовались, вот там вытянули мне там какую-то часть денег и ушли. И так в течение всей жизни уже там 5-7 прошло человек, и вот она все время ходит в этом колесе, не может понять, в чем дело. А там, оказывается, там была действительно долгая история. И вот я хотела спросить, Тарас, вот в этот момент, когда вы раскручиваете вот это вот все по ленте времени, всю эту, допустим, там в несколько раз воплощение, да, было, или одно воплощение, когда перенеслось сюда, на это, что с человеком-то происходит? Вот он понимает, что, о, оказывается, я там дал обед безбрачия, поэтому у меня там нет детей. И что после этого? Он говорит, ну да, и что мне теперь делать? Или нет? Или у него реально вот действительно какой-то вот происходит, вот там чик, вот что-то включается, и по-другому, или вы что-то делаете для того, что там включилось? Ну, это процесс, который мы делаем вдвоем с Ириной. То есть Ирина предоставляет максимально полный объем информации о том, что происходит, и что она осознает, а ощущает. Потом мы пользуемся периодически поддержкой наших наставников, связанных именно с кармой. То есть мы имеем возможность задать вопрос, возможно ли для этой души эту программу сейчас уже завершить? Выбрала ли она полностью тот объем, который ей был необходим в качестве опыта? И опираясь на эти выводы, да, мы можем нейтрализовать этот обет, нейтрализовать, допустим, этот договор или эту клятву. И тоже еще зависит от того, на каком основании произойдет деактивация. просто через осознание, то есть человек осознал, сказал, а, вот почему так. Это уже его персональная реакция на эту составляющую. Либо ему говорят, ты можешь это осознать, понять, почему тебе больно, и перестать мучиться, почему, без ответа на этот вопрос. Ну, я имею в виду под болью, я подразумеваю, в том числе, там, нравственную, физическую, там, какую-то душевную боль. То есть не всегда и не все можно отпустить. Почему? Потому что некоторый опыт душа должна пройти. В противном случае, если мы его прерываем и говорим, так, все, стоп, ты сейчас вот так хочешь, мы так делаем, а следующее воплощение будет с теми же абсолютно обстоятельствами, задачами. Поэтому наша задача тут даже больше поддержать человека, дать ему инструменты, как это пройти максимально безопасно для него и с наибольшим осознанием, зачем это в его жизни. Интересно. На самом деле интересно. Вот тоже была такая встреча с человеком семь жизней подряд, человек был один. То есть, ну, воплощение из воплощения он был один. Мужчина или женщина, монахом, либо там видным архитектором, либо брошенной девушкой, которая там не нашла потом себе любимого. Ну, по-всякому, нищенькой, куртизанкой, вот, ну, по-всякому, но одной, без семьи. И вот, и сейчас приходит человек и говорит, что вот мне не получается семья. Вот вроде и ходят мужчины, но они на меня так не смотрят. Они вот, ну, не предлагают мне, а мне уже там 37 лет. Я вообще не знаю, будет ли у меня там семья. И вот так далее. и вот она уже готова, то есть она уже готова принять фактически любую информацию. И вот этого ей вполне достаточно, чтобы узнать вот эти предыдущие воплощения и, опять же, получить одобрение. И вот то, что очень важно, Тарас сказал, что одобрение высших сил, то есть одобрение, то есть вы приглашаете, да, доставников, там, высшее я, наверняка, да, вот клиента вашего. И как бы, и с ним еще тоже, с ними ведете диалог и получаете вот это самое одобрение, да, то есть да, можно, и нет подождите, или он еще не созрел, еще нужно там в этом побыть, да, пожить. И есть шанс вот этой самой женщины, которая в 37 лет у нее красивая, замечательная, вот, ну, все при ней, образование, но нет вот семейной личной счастья. У нее есть шанс получить это самое семейное счастье, там, родить ребенка, стать, счастливой женщиной, мамой и женой. Есть такое понятие, как достаточный опыт, конечно же, есть. И это просто вопрос, некоторые вещи в нашей жизни, это вопрос просто техники, определенной технологии. Незнание, к сожалению, дает результат, что ты остаешься ни с чем. Именно благодаря тому, что мы знаем, именно поэтому мы и действуем, но, наверное, один из основных критериев, в котором мы всегда придерживаемся, это не навреди. То есть, причинять добро, это, мягко говоря, поначалу всем хочется причинить добро, а потом оказывается, что это, на самом деле, медвежья услуга, допустим, для этой души или для этой личности. И это всегда индивидуально. То есть, мы, конечно же, это все разбираем, именно потому, получается, человек получает три часа фильма о самом себе. Три часа фильма. У меня был такой вопрос, сколько у вас идет сессия? Да, в среднем это три часа, и человек получает понимание, как его душу зовут, как зовут его высшее я, как зовут его наставников, с какого уровня он пришел, какие у него воплощения были, какой текущий. Там мы разбираем вот эту совокупность, благодаря чему человек понимает, ничего себе, я не просто человек на Земле, и оказывается, там космическая душа, имеющая воплощение на тех звездных системах, на этих меня сейчас оказывается поддерживает моя звездная семья, допустим, там такое чаще всего, практически все мы с наставниками, крайне мало людей без наставников, от наставников отказываются только маги, проходящие определенное обучение, где они вынуждены отказаться для того, чтобы идти определенным путем, но в основном мы еще не встречали человека, у которого у нас в самом начале только речь была, когда мы мага вытаскивали, а он отказался от своего наставника, мы его зовем-зовем, он не приходит, думает, что же такое, оказалось, что и наставник там был внизу, вследствие вот этих вот совместных составляющих, но это всегда прям, у нас самая любимая шутка с Иришей, это то, что вот такой у нас первый раз, а произносим мы это на каждой чистке. Понятно. Ирин, вот из последнего, неизданного, расскажите, пожалуйста, ну какой-нибудь очень интересный такой сеанс, который в первый раз, такой у нас было в первый раз, что такое там было интересное, витиеватое, может быть, сложное, там какие-то хитрые сплетения, которые после этого сеанса у вас уже есть обратная связь. Вот так вот можете что-нибудь вспомнить из того, что я понимаю, что вы всегда собираете обратную связь, она неизбежна, вы когда отправляете, если человек не может никак не отреагировать, вряд ли он просто говорит, о, спасибо, ну и пошел. Да, наверняка там более эмоций, наверняка он хочет продолжения общения, наверняка будут какие-то вопросы у него. Вот вспомните такой один из, поможете сейчас вместе посовещайтесь, расскажите про какую-то такую вот, не так давнешнюю историю, сеанс, интересный сеанс, после которого у человека, там, вау, вот что-то вот действительно изменилось. Ну, наверное, Тарас, та история, когда женщина обратилась за помощью своему сыну, когда у него был инфаркт или инсульт, что-то там такое было, и он попал в больницу в очень тяжелом состоянии, и вот крик матери о помощи, вот прямо она, ну, она сама, естественно, проходила у нас до этого чистку, и заказывала и маме своей, да, и полностью там всей семьей, только вот сын, по-моему, еще остался, и вот благодаря тому, что он попал в больницу и был в очень тяжелом состоянии, она обратилась к нам за помощью, и прям врачи, они просто были в шоке, когда мы сделали эту чистку, и когда она нам писала, просто говорит, это невозможно, его там в какой-то короткий срок выписывает из больницы домой, и она говорит, как это такое вообще, ну, все, благодарила, там такие подробности, я сейчас уже сейчас не помню, да, но она прямо это так в деталях расписывала, там, как это все было на самом деле, Тарас, добавь что-нибудь. Там совпало даже время, по которому мы общались с его душой, мы когда общались с его душой, то есть мы спрашиваем, ты жить-то дальше собираешься, а он говорит, а я не знаю, я не могу понять, хочу ли я продолжать свою жизнь, или нет, и это позволило нам с ним пообщаться, естественно, передать ему определенный объем энергии, вибраций, что повлекло за собой его приход в сознание, то есть он там лежал, я так понял, без возможности обратной связи, то есть что-то а-ля кома, но он очнулся, пошел на поправку, и, к счастью, вот прям настолько, причем он материального склада товарищ, что вот он не обращался к нам за это, наверное, ему рассказывали, предлагали, но он отмахнулся, и потом мы ему выслали также эту запись, это как раз тот случай, когда он ничего не ответил, но мама при этом говорила, огромная вам благодарность, потому что мой ребенок жив, и это самое главное сейчас будет восстанавливаться, и очень было, на самом деле всегда очень интересно общаться с земной личностью, как личностью, с набранным определенным опытом, и с душой, которая имеет совершенно другое видение очень многих вопросов, и порою земная личность задает одни вопросы, а душа отвечает вообще по-другому, и вот это очень важный момент, кто на самом деле режиссер той жизни, в которой ты живешь, и эти осознания, они очень часто дают человеку умиротворение, потому что человек понимает, что я не мучаюсь, я набираю определенный опыт, я не мучаюсь, я набираю определенные знания о самом себе в этом процессе, и когда ты понимаешь, зачем это происходит, это очень часто освобождает тебя от каких-то недоразумений, или каких-то недосказанностей, или непонимания того, что с тобой в жизни происходит, вот эти ответы, на мой взгляд, это то, почему мы продолжаем заниматься этим, потому что мы увидим, насколько это ресурсно для людей, когда люди понимают вообще, зачем это с ними происходит. Любимый вопрос, Господи, за что эти вопли, когда что-то происходит, Господи, ну за что, а тут на самом деле зачем, ну не за что, а зачем, и тогда по-другому будет приходить тебе понимание, что действительно зачем, что тебе нужно пройти, чтобы вот этот опыт сейчас приобрести, да, на самом деле очень интересно. А расскажите еще, Тарас, вот Ирина, вот я понимаю, Тарас, гипнолог, Ирина Слипер, правильно? Вот теперь чисто технически, те, кто не очень хорошо в курсе вот этой технологии, да, когда работает гипнолог со Слипером, со Слипером, а не гипнолог с клиентом, потому что в нашем таком традиционном понимании, это когда приходит гипнолог, там показывает какой-нибудь шарик, смотрит, смотрит, потом, чик, он выключается, потом что хочет он там говорит, дает какие-то там указания установки. Я, ну так аккуратнее, я чуть не это. Вот, потом, чик, и потом возвращается человек, и что там там с ним происходило, как будто бы не помнит. Ну, это вот скорее больше из фильмов, наверное, каких-нибудь детективных, вот такая штука идет. Конечно, в жизни работа совершенно по-другому, и человек, хоть и находясь, ну, лучше давай, расскажи лучше, ты, Тарас, в каком состоянии находится, в какое состояние ты погружаешь Ирину, а потом мы спросим у Ирину, как она в этом себя состоянии чувствует. Хорошо. Ну, классический вариант в данном случае, это, конечно же, глубокое тета, так называемое, это ритм, когда мы максимально, знаете, тот момент, когда вы лежите такие, как бы, и вдруг вы так раз осознаетесь, что вы засыпали. Вот это тот самый момент, когда и который тренируется у слипера, вот это состояние между тем, что ты спишь и не спишь. И это как раз признак вот этого глубокого транса, которого гипнолог должен обеспечить. Но мне повезло с тем, что я встретил Ирину, потому что благодаря ее многолетним наработкам она очень легко входит в это состояние, очень легко выходит из него. Иногда я нервничаю, как гипнолог, потому что я думаю, да что же это такое, мне же нужно человека погрузить в глубочайший транс. Но это позволяет нам при этом что-то проговаривать, переосмысливать. Конечно же, ей непросто, потому что Иришка вынуждена быть и там, и здесь, единовременно или одновременно. Но сама суть в том, что мне везет, потому что мы имеем возможность это обсудить на уровне сознания, и мне везет в том смысле, что она очень глубоко может погрузиться. Моя задача только периодически, если что, ее выдернуть. То есть бывает, когда понимаешь, что вот что-то уже не то, кто-то уже другой начинает сценарий заказывать. Поэтому моя задача тут вовремя вытянуть ее энергетически, и чтобы она была рядышком со мной на связи. Но это вот с моей стороны ответ. Ирин, как вы себе чувствуете вот состояние глубокого деда-франса? Слышите, чувствуете, какие у вас остаются органы чувств, человеческие состояния, или они отключаются, и вы слышите только голос Тараса? На самом деле, да, я концентрируюсь на голос Тараса. Почему? Потому что только тогда приходят правильные ответы, потому что когда ты не отключаешься никак или частично только, то начинаешь с поля считывать информацию, это тоже мешает. Я уже научилась как бы по этому щелчку входить вот в ту самую точку, когда ты находишься между явью и навью, так сказать, и считывать именно информацию с тонкого плана, и если это чистка, то того клиента, с которым мы работаем. Вот поэтому, естественно, когда уже многолетняя такая тренировка у меня, да, больше 17 лет, я действительно погружаюсь в эти состояния сначала самостоятельно, да, и там до этого, это сейчас мы уже профессионально стали, научились там и так далее, но мне даже индукцию полностью не нужно читать, потому что, ну, вот она как уже заныривает автоматически, я уже смехом говорю, я даже в автобусе могу ехать, зафор очень держаться и буду так же погружаться. вот, поэтому, ну, как я только знаю, что мне сейчас нужно погрузиться, закрываю глаза и как заныриваю, да, вот, потому что действительно мы работаем, ну, буквально почти каждый день с клиентами, да, у нас иногда график прописан на две недели вперед и так далее, поэтому работа есть, и, ну, действительно, это показывает результаты наших клиентов, да, что им откликается та информация, то, что я описываю, то, что я проживаю, вот тут на днях, да, девушка написала, что как она меня, она же меня ни разу не видела, не знала, откуда у нее, ну, вот те ощущения, те проживания, именно те, которые откликаются в душе, ну, откуда, с тонкого плана, да, считывается и просто выдаю в словесной форме, вот и все. Ирина, а чтобы посмотреть, допустим, что было с человеком, ну, вот вы понимаете, что, ну, предположим, да, прикрепился интерферент, ну, какой-то там темно-космический или там, да, из астрала нижнего, и вы можете считать информацию или вам отвечает все-таки сама тонкая копия, говорит, вот в какой момент произошло вот это вот, ну, не знаю, падение, да, энергетическое на низкие вибрации, что мог зайти вот этот самый интерферент. Или вы сами это видите и можете сказать точно, 23 года назад вот это случилось, вот этот момент, вот тонкий, чисто профессиональный вот у меня такие вопросы. Ну, в основном, конечно же, я иду по командам Тараса, да, а он направляет именно, когда это произошло, то есть вопрос-ответ, вопрос-ответ, да, если он спрашивает меня, когда это произошло, приходит цифра. Если он не спрашивает, иногда приходит просто с тонкого плана, допустим, не успел еще спросить, а мне уже идет цифра, то я ее выдаю, как мне показывают, то есть тонкая копия считывая. Ну, для нас стандарт на самом деле. Мы каждому человеку всегда говорим, сколько по времени эта интерференция присутствует, то есть энергопотребление присутствует в его энергосистеме, сколько процентов он потребляет таким образом, какую именно энерговибрацию идет на потребление. Это позволяет человеку переосознать свое поведение, понять, что то поведение, которым он шаблонно и привычно себя ведет. Допустим, взял он это вследствие своего личного воспитания индивидуального, либо с родовой системы, на роду у них так написано, но это дает ему обратную связь в отношении того, что именно потребляется этим интерферентом. Это очень, на наш взгляд, важный момент, потому что у нас есть такое понятие в наших чистых светлое поведение, то есть мы говорим, а вот светлое поведение будет таковым, что позволит тебе не взаимодействовать, не синхронизироваться, не быть в созвучии вот с этим интерферентом. Именно благодаря вот такому поведению. Наверное, это самый большой объем времени занимает, чтобы понятным языком рассказать другой альтернативный вариант этого его поведения, позволяющего тебе более не соприкасаться, допустим, с этим взаимодействием, которое негативно сказывалось на твою жизнь. То есть, правильно я понимаю, вы не просто говорите кто там, вы не просто говорите когда зашло, вы говорите на какую энергию он питается. Я так понимаю, что, например, страх, или, например, злость, или что угодно, обида. Эти наверняка этими же питаются энергиями. Вы, отключая его, или можете не отключать и оставляете для того, чтобы он проработал, вот это самое другое поведение. Это же сложно. Зная все это, бывает такое, что не отключаете, что нужно еще ему время, чтобы самому проработку эту сделать. Крайне редко. Чаще всего отключаем, именно объясняем, что если ты продолжишь это действие, то оно естественным образом вернется. как раз благодаря тому, что отключаем, у человека есть возможность, мы это называем, пересобраться. То есть осознать, понять, начать определенный процесс самонаблюдения, самоуправления, позволяющего отметить для себя, ага, вот я снова начал вот так действовать, а могу сделать вот так. То есть у нас есть клиенты, которые, и на мой взгляд, это очень мудрость с их стороны, они прям конспектируют, и потом говорят, так, все, у меня вот процесс уже начался, я этим делом занимаюсь, и очень приятно видеть, что многие люди вследствие чисток, да, заинтересовались вообще больше на том, чтобы, как вот жить дальше, что делать, каким образом развиваться, мы сейчас даже проводим, это не в качестве рекламы, а просто вот именно в качестве того, что нас просили, 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 мы сейчас проводим даже обучение, потому чтобы люди имели возможность управлять своей жизнью осознанно, потому что, ну, три часа, окей, это как сжатый эликсир того, кто есть ты, а сам процесс изменений, как мы с вами знаем, нейрофизиологический. Как жить дальше? А дальше-то как? Как выстраивать, обретать для себя новые привычки, которые тебе во благо, и которые, благодаря которым ты потом будешь понимать, все, этот опыт для меня пройден, я благодарен за него. Здорово. Ирина, и к вам еще такой, наверное, крайний вопрос, а потом будет просьба. Я хотела спросить, ну, это такой чисто личный такой мой интерес, можешь не отвечать. Ну, кто-то когда-то мне сказал, что наступит момент, что люди будут уже так считывать в поле, что не нужно будет погружаться в тот самый гипнотический транс, там, состояние полной тишины и покоя, ума, сознания и подсознания и всего-всего-всего, чтобы разглядеть там, с тем, с тем, с кем он общается, его поле, его там вообще энергию, его вибрации. А что вот так вот наступит момент, не знаю, может, в пятом измерении, когда вот так будут люди входить в это поле и будут видеть чистоту, либо не очень чистоту. Вот лично у вас сейчас не происходит такое, что вот вы видите нового человека или старого, и вдруг проявляется, не знаю, аура, или вдруг вы видите, что там пробито, допустим, какая-то там, не знаю, тонкие тела, или вообще интерферента видите. Есть такие же вот слеперы, которые говорят, о, я, говорит, вижу, в нем там, не знаю, лептилоид вот прикреплен, идет. Вот лично, вот лично у вас есть такое? Или вам все-таки, или вы себя, жизнь на земле отстранили от жизни вот в тонком плане, ну, чтобы оно не пересекалось вот прям вот так? Я хочу сказать, что это вопрос разрешения. Нас изначально учили не залазить в какие-то чужие тонкие копии, рассматривать и так далее. Если я это захочу, я все это просмотрю и увижу. Но дело в том, что так как свобода воли человека должна проявлена быть, и именно с этих соображений я не залажу. Но если мне касается конкретно какая-то ситуация, что не нужно взаимодействовать с этим человеком, ну, допустим, в каких-то там определенных областях, и мне нужно знать, хочу я этого или нет, тогда, естественно, я обращаюсь к моему высшему я, к его высшему я, или там смотрю, как это на тонком плане проявлено. А так к чужим людям, конечно же, говорю же, могу, но не хочу этого делать. И вот вопрос разрешения. Да, я себе не позволяю это делать, потому что изначально выучила такое правило, свобода воли человека должна быть проявлена, вот и все. Если мне нужно повзаимодействовать, и у него там какой-то интерферент, и моя задача вывести этого интерферента, да, тогда я тоже спрашиваю, на это мне дают доступ, разрешение, если да, то да, потому что многие люди приходят к нам автоматически, даже, ну, вот не задумываясь, да, вот душа, видимо, ведет, а они, вот я не знаю, почему, вот мне кажется, что ты мне поможешь, но я говорю, откуда у тебя такие знания? Ну, вот у меня была одна женщина даже, она с раком была, и вот она кричала во всеуслышание, что она сама психолог, нахваталась со всех полей, там, везде всякого-всякого, да, и потом приходила на сессии, как бы, просто, где мы там, например, прошлые жизни рассматривали, и она пыталась, так как она сама психолог, она вела меня, ну, я должна вести, а она ведет меня, и я говорю, так не пойдет, это человек должен осознание получить, и потом, вот когда у нее поставили диагноз рак, она вот говорит, вот только, вот у меня такое понимание, что только ты мне поможешь, я говорю, ну, откуда ты знаешь, да, и действительно, мы поработали, я думаю, что тут сила мысли, да, вот человек должен себе разрешить, и вот если он глубоко убежден в этом, что этот человек поможет, то это будет так, ну, и что вы думаете, она где-то там с глубинки поехала в город поисследовать, что там у нее злокачественное, опухоль поехала в одно место, в другое, в третье, везде ей сказали, а у вас нету ничего, и она говорит, ну, вот, говорит, я боюсь тебе это говорить, но опухоль исчезла, ну, вот, и я так, я так все-таки, мое мнение, что это человек, вот, насколько он себе разрешит, это точно так же, как в энергиях и вибрациях, если мы ставим какие-то себе отметки, я повышаю свои вибрации, там, до двухсотом, или еще какие-то, ну, ровно столько оно и повысится, если мы убираем эти ограничения, то, может быть, у нас внутренний потенциал намного выше, больше, а мы себя ограничиваем, поэтому вот мы уже пришли к тому пункту, где мы точно знаем, не нужно, нужно убирать все эти ограничения, потому что все идет отсюда, от ума. Да, да, ой, благодарю. Удивительный, невероятно интересный с вами разговор. Друзья, я так рада, что вы нашли время и пришли ко мне на интервью, благо, что сейчас у нас уже нет никаких рамок таких вот территориальных, я вот прям действительно очень благодарю и радуюсь, что у нас состоялся этот разговор, и по традиции я хочу каждого из вас попросить вот о чем. Это может быть в виде пожелания, либо какого-то сообщения, ну, то есть вот обращение к нашим зрителям, вот от каждого из вас, вот как велит душа. Тарас? Да, благодарю. Друзья, я благодарю за ваше внимание на самом деле, за то, что вы проявляете этот интерес, я, наверное, хочу вам пожелать мира и любви с собой. Единственный человек, который есть у вас, из-за которого вы действительно ответственны, это вы сами. И если этого мира и ответственности за себя нет внутри, то нет ничего на самом деле. Только с этого момента начинается самосотворение в осознанности. А так как вы по образу и подобию творца, то я желаю вам этой силы, этой мудрости, этой глубины и этой веры, знания самого себя. Благодарю вас. Просто чудо. Ирина. А я хочу сказать, что исцеление, оно заложено на основе любви. И вот вспомните себя настоящих, вспомните, какая вибрация вот эта вот заложена, вспомните, как вы любите, как вы светитесь, излучайте радость, свет, здоровье, любовь. Вот только на этих вибрациях будет так здорово и прекрасно жить, потому что вот эти вибрации, они неописуемы. Это действительно, когда приобретаешь свет в себе, то вот сердце нараспашку, зажигайте в себе вот это вот солнышко, солнце любви и будьте счастливы всегда и везде. И излучайте это не только для себя, но и другим людям, всем живым существам. И вы будете счастливы. Благодарю. Я благодарю, благодарю, солнышко. Правда. Вы, друзья, действительно светитесь. И тут нельзя не сказать о том, что любовь можно дарить тогда, когда она идёт с избытком из себя. Когда вот внутри этой любви нет, мы не можем её отдать никак. Когда мы не любим себя, когда мы себя вот изнутри вот действительно вот не окутываем любовью, теплом, добротой, как мы можем эту любовь дать самым даже своим близким? Её просто, ну, мы не можем её дать в той полной мерик, которая действительно, как Тарас говорит, божественной любовью, да, вот действительно исцеляющей любовью. Я всем, нам, вам желаю вот эту самую исцеляющую, волшебную, божественную любовь ощутить в себе и научиться её действительно через край отдавать своему близкому окружению. и я благодарю ещё раз Ирину и Тараса, это выпускники школы Никиты Бурлакова, школы гипноза и слейперства, это люди, которые уже каждый день погружают, типа погружаются в гипнотический транс и действительно помогают людям пройти осознание, такое пробуждение, они буквально распаковывают людей, и это их предназначение, потому что они получают этого радость, они наполняются этой своей работой. И я прощаюсь со зрителями до наших новых встреч и ещё раз благодарностью к Ирине и Тарасу, спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам на эфир. До свидания, всего доброго, обнимаю всех сердцем. Благодарим. 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 Редактор субтитров А.Семкин